Лес Костоев ведет нас к импровизированному залу славы третьей пожарно-спасательной части Сунжи. В маленьком помещении отмечены большие достижения личного состава. Медали, грамоты, кубки и дипломы за вклад в дело спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Затем двигаемся в святая святых ПСЧ. Гараж. Четыре машины. Это два Урала, КамАЗ-цистерна, вмещающая в себя до 8 тонн воды. Самая малая по своим габаритам выполняет свою задачу не хуже других, а именно доставка пожарного расчета на место возникновения пожара. Все автомобили, все автоцистерны предназначены для доставки личного состава по предназначению, так скажем, по месту вызова. И не точно личный состав, а также огнетивающие вещества. Это вода, пена. И в каждом автомобиле находятся пожарно-технические вооружения и ауни-спасательные инструменты. Илес Костоев, командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Сунжи. В его обязанности входят множество задач. Основные – содержать полные боевой готовности аварийно-спасательное и пожарно-техническое вооружение. Также следить за несением караульной службы. Это гидравлические ауни-спасательные инструменты. Это режим ножниц и режим кусачки. Основные их используют для деблокирования пострадавшего из поврежденных авто в случае ДТП. Выезд исследования к месту ЧАЭС включает в себя сбор личного состава, караула по сигналу тревоги, подготовку необходимой техники и оборудования в зависимости от характера случившегося, проведение разведки на месте пожара возможными способами и так несколько подпунктов. Примечательно, что на каждое действие у них есть лишь несколько секунд одеться, выехать и выполнить боевое развертывание, спасти пострадавшего, имущество и локализовать место ЧАЭС. И да, здесь не любят, когда их называют пожарниками. Это пострадавшие от огня, а те, кто вызволяет из беды – пожарные. В первую очередь мы делаем во время выезда подготовку к развертыванию. Устанавливаем АЦ, если есть рядом водоисточник, гидрант, водоем, без разницы. И потом уже предварительное развертывание и полное развертывание. Полное развертывание мы сначала положим магистральную линию от автоцистерна до разветвления. Разветвление – это трехходовое разветвление. От разветвления дальше идет рабочая линия. Сталкивались с таким ситуацией, что близко не подъехать, допустим, из-за каких-то заграждений к месту ЧП? Да, бывали такие случаи. Взрывоопасные места. В таких моментах мы близко не подходим, без разведки соответствующие. Сначала делаем разведку хорошую. Если взрывоопасно, то сдалека, с лафетным стволом, так тушим обычно. А так ограждение, забор – это не помеха. Пожар для спасателя – постоянная угроза здоровью и жизни. Работа почти в нулевой видимости. Риск обрушения конструкции и наличный состав. И постоянный внутренний диалог. Остался ли в доме еще кто-то? На этих кадрах зафиксирован пожар в частном доме. Пожарный расчет из 11 человек, занятый ликвидацией ЧАЭС. По долгу службы и лезу приходилось вызволять в застрявших в горах альпинистов. Поэтому о спасательных узлах он знает многое. Показывает десяток разных. Каждый из них для отдельного случая. Основной для спуска пострадавшего и для самоспасения используется именно узел двойноспасательный. Краска двойноспасательная. Выбрал благородную профессию пожарного, потому что любит экстрим и риск. Поэтому сразу, как отучился в средней школе в селении Галашки, поступил в пожарно-спасательный колледж. После его окончания стал обучать будущих спасателей в четвертой пожарно-спасательной части Корабулака. Даже стал тренером года в дисциплине пожарная безопасность. Сейчас получает высшее образование в Екатеринбурге. 27 января свой профессиональный праздник – День спасателя России. Он поздравляет всех своих коллег. Хотелось бы всех, кто причастен в МЧС, всех своих сотрудников, хотелось бы поздравить с Днем спасателя. Ежегодно праздник отмечают российские спасатели уже на протяжении 27 лет. Со дня, когда постановлением Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей в 1990 году. Адам Режков, Сулейман Костоев, Новости, 24.